Приветствую, друзья! Как сохранить свою молодость, красоту, уверенность, оптимизм в современных условиях неопределенности и часто стрессовых перенапряжениях, утомлениях. Всё это будет на нашем вебинаре 16-го числа марта. И вот на этом вебинаре самые главные будут такие критерии, с помощью которых каждый из участников сможет подобрать себе те действия самые простые, которые он иногда инстинктивно и сам делает, но просто не обращал на это внимания. Оказывается, эти действия снимают напряжение автоматически и выводят на состояние нуля. И в этом состоянии можно помечтать о желаемой фигуре, о желаемой походке, о желаемой осанке, о желаемой улыбке, о желаемом здоровье. И там происходит перезагрузка, то есть снимаются все страхи, все накопившиеся напряжения за все годы жизни. И таким образом, помечтав в нулевом состоянии, а это нулевое состояние обладает способностью автоматически трансформировать наши мечты в доминанты. И получается, что установки психологические становятся психофизиологическими доминантами и якорятся там в наших сетях мозга, нейросетях, как новые якоря, как новые паттерны. И когда у вас возникает стресс или утомление, или какое-то разочарование, выскакивает из подсознательной области этот якорь. Вы сразу вспоминаете о хорошем, сразу вам становится легко, как груз с плеч. И там мы будем делать приемы все вместе и подбирать из них по критерию индивидуального соответствия, под контролем индивидуального индикатора напряжения, градусника напряжения или шкалы стресса, и подбирать каждому участнику его собственные индивидуальные приемы, которые потом он может просто в уме производить, избрасывать лишний стресс и выходить на состояние мозгового санатория для восстановления, для мечтания, для создания новых доминантов, которые помогают потом в течение всей жизни. На меня посмотрите внимательно, я молодею, я все время молодею, и все время в творчестве, и все время вам помогаю. Да, вот посмотрите, и вы так можете, и вы так можете, просто иногда теряетесь, когда возникает стресс, мы обо всем забываем, потому что вся энергия мозга идет на самоподдержание, а нам нужно ее экономить, потому что, когда мы экономим эту энергию на самоподдержание, а я покажу на вебинаре как, по науке энергоэкономики личности, то тогда эта энергия идет на самосозидание и на творчество, на молодость, на обаяние, харизматичность, на привлекательность. До встречи, друзья!